Председатель Демократической партии Молдовы Влад Плохотнюк объявил о радикальных изменениях в кабинете министров Павла Филиппа. Мы достигли важного прогресса и положительной реакции со стороны граждан относительно деятельности правительства. И хочу поблагодарить от имени ДПМ премьер-министра Павла Филиппа за его профессионализм. Хочу поблагодарить всех членов правительства за их деятельность. Были сделаны важные усилия, которые отмечены гражданами и партнёрами по развитию. Сегодня доверие людей к правительству выросло в четыре раза по сравнению с январём 2016 года. А это важный показатель, но недостаточный для реального потенциала, которым мы обладаем как власть. Мы осуществляем перемены, потому что хотим большего, и нам нужно больше. Таким образом, в состав нового правительства войдут. Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Юрий Лянко, бывший премьер-министр и министр иностранных дел и евроинтеграции. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Кристина Лясник, сотрудник Медея. Министром иностранных дел и европейской интеграции назначен Тудор Ульяновский, нынешний посол Молдовы в Швеции. Министром экономики и инфраструктуры назначен бывший премьер-министр Кирилл Габурич. Министром здравоохранения, труда и соцзащиты Светлана Чеботарь, директор Национального центра переливания крови. Министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ливию Волканович, ректор Государственного аграрного университета Молдовы. Министр юстиции Александр Тенаси, бывший судья Конституционного суда и бывший министр юстиции. Министр обороны Евгений Стурза. Министр внутренних дел Александр Жездан. Министр образования, культуры и исследований Моника Бабук. Министр финансов Октавиан Армашу. Перестановки в молдавском правительстве прокомментировал глава государства Игорь Дадон. На своей странице в соцсети он написал, что демократы решили удивить народ в канун праздников. Но он не думает, что граждане оценят этот сюрприз как положительный и приятный. В списке кандидатов увидел многие фамилии с дурной репутацией, которые политически скомпрометировали себя. Место некоторых из них за решёткой, а не в вице-премьерском кресле. Поэтому заявляю, что подпишу отставку нынешних министров, но не одобрю новые кандидатуры, отметил президент Молдовы. Продолжение следует...